Всем привет, дорогие друзья, с вами Доминиров, и сегодня я расскажу, сколько будут стоить скины, наклейки, граффити и тому подобное из пас-пропуска Legends. Все буду записывать одним дублем, кстати, да, расскажу, сколько будут стоить ножики, поэтому если где-то буду заплетаться, то пить, ребят, не обессудь, извиняюсь заранее, потому что все пишется одним дублем, денег на монтажера нет, к сожалению. Вот, а хотя на розыгрыш, кстати, деньги есть, поэтому все, кто хотел бы за последние вот эти 5 дней, которые остались, залутать себе еще Gold Pass прямо сейчас, участвуй в розыгрыше, подпишись на канал, поставь лайк, обязательно досмотри этот видеоролик до конца и напиши в комментариях свой ID. Три рандомных подписчика залутают Gold Pass. Вот, разыграем их прямо на стриме. Давайте, в общем, посмотрим, что у нас здесь, собственно, с вами есть. Это, опять же, господи, у нас там 75 уровней, у меня много подписчиков уже прошли этот Gold Pass, да, вот осталось 5 дней, но они уже вот залутали 75 уровень. Они вообще красавчики у меня играли. Кто-то, по моим советам, качал сразу там 2-3 аккаунта, соответственно, лутал себе больше всего, да, ножей. Словно, за там 500 тысяч рублей они получали себе 2 ножа, там очень много всяких штук и тому подобное. Короче, давайте все по этапам смотреть, что, сколько будет стоить. Это наклейки. О, да, McQueen готов наклейки здесь, это просто с чем-то. Вот эти наклейки будут самые дешевые по стоимости. Вот это, вот это, вот это. Cerberus будет дороже, но это очевидно, потому что Cerberus новая наклейка, выглядит хайпово, красиво, под скином. Я уже посмотрел, очень красиво смотрится, особенно на каких-нибудь темных скинах а-ля карбон и тому подобное. То есть, мы будем с вами посмотреть по цене, это 8 голды, 10 голды, 10 голды, ну, 12, примерно в таком диапазоне. Это вот примерно такой, да, прайс. Молния. Прикольно переливаются, я до сих пор не понял, куда эти молнии можно приделать, но стоить они будут тоже в районе 15-20 голды. Дальнейший рост их особо не наблюдаю, хотя наклейка имеет эффект, может быть, какой-нибудь интересный скин с ними можно сделать. Дальше, вот этот Минотавр, не будет он дороже, чем молния, потому что никакого голографического эффекта он не имеет. Вот, блин, разработчики сделали бы хотя бы ему вот эти красные полоски, глаза металлическими, и тогда бы он был очень крут. По стоимости будет тоже примерно 15-20 голды, не больше, в росте может достигать там 30-40. Но это очень долго ждать придется. Из эпических наклеек дорогая будет Legends, потому что она имеет очень интересный вид, она имеет переливающийся эффект. Ну, и вообще в целом, я полагаю, что при старте продаж она будет стоить 25-35 голды. Аж в таком диапазоне. Я не знаю просто, сколько школьников залутали вот эти наклейки, да, у меня нет статистики пока что. Но, тем не менее, как бы до 40 голды такая наклейка будет. Покупать ее, не покупать, я бы сказал покупать. Потому что это очень неплохая инвестиция, это историческая наклейка с холлоэффектом. Ну, я рекомендую взять. Дальше, вот это просто соска нереалка. К сожалению, наклейка сама по себе маленькая на скинах, но она имеет очень крутой эффект. Глаза, он светится, как вы видите, да. Вообще, в целом, грозный вид в нее. Я бы вкладывался серьезно. Я рекомендую ее к покупке. 50-45-50 голды она стоить будет, я уверен. Наклейка Зевс. Вау, типа, ни разу на скинах ее не видел, но эффект очень крутой. Примерно в том же диапазоне 45-55 голды будет стоить. Здесь Церберус у нас, к сожалению, проигрывает по той причине, что есть две другие более крутые наклейки. Но диапазон 50-60-70, вот до 70 голды точно. Вот прям. Хотя, на самом деле, я рекомендую смотреть всегда на анализ именно рынка. Мы с вами заходим, там, наклеечки, какой-нибудь последний пас. Какой у нас вот был? Это был Five First коллекция. Ну, забьем. Давайте, допустим, Winter Fun. Новогодняя коллекция. И вот смотрим. То есть, у нас легендарка до сих пор 55 голды стоит. Я уверен, что здесь они, конечно, подороже будут стоить. Ну, 45-65 такой вот диапазон есть. Арканы. Очень необычные арканы. Еще не один раз я могу сказать, что... Что я могу сказать? Ничего я не могу сказать. Какую-то дичь несу. Короче, эти наклейки не будут овердорого стоить. Потому что их будет много. Голды по 400-500 их сливать будут вот так вот. Я уверен. Опять же, все зависит от того, как разработчики наколдовали процент выпадания. Потому что мне за 380 или 300... А, 390 уровней мне не выпало ни одной арканы. Вообще ни скинов, ни граффти, ни наклеек, ни брелков. Поэтому, ну, даже не знаю. В общем, по наклейкам 400-500 голды будут стоить. В дальнейшем рост до 1500 и более. То есть, если брать эту наклейку как инвестицию на начальном этапе, почему бы нет? То есть, я думаю, даже за 350 голды такую наклейку можно будет изи купить. Дальше, что у нас с вами? Это оружие. Дробовики сразу забивайте. На них, на самом деле... Господи, у меня телефон падает куда-то. Сразу забивайте на них. Хотя выглядит очень даже неплохо. Но кто играет с ФБМ? Вот я не играю с ФБМ. Не беру его в расчет. Вот эта М-ка на начале очень может дешево стоить. Я бы закупился. И потом через пару недель продал. То есть, пас выйдет примерно через полмесяца. Я уверен. То есть, сейчас уже будет хэллоуинское обновление. Через неделю от хэллоуинского обновления будет уже как раз-таки этот пас на рынке. Уже по оперативней разработчике их вводит. М-60RS красиво выглядит. Но бесполезное оружие, к сожалению. Дербовик забейте. Сколько он будет стоить? Я даже говорить не буду. До 10 голды в статрек-версии. Я уверен. Так, 1-2 голды. Вот эти штуки там по 3-4 голды будут стоить. Ну, по 3, наверное, даже. Может поменьше. Авик. Авик Посейдон статрековский будет стоить порядка 70 голды. С дальнейшим хорошим ростом. Опять же, если их будет немного на рынке, это значит, что они будут неплохо расти. Потому что скин очень круто смотрится. Обычная версия будет голды 10 примерно стоить. А вот эта штука, дрюка, никому особо не нужна. Будет там чуть дешевле стоить. Дробовик. Та же самая история. Тоже не нужен. Ну, да. Типа, не знаю, кто играет вообще со Спасом. Может быть, я просто калаша-дрочер и тому подобное. Но тем не менее. Напишите в комментариях, кто играет вообще со Спасом. Там, со Спасом, с плеткой, с пулеметом. Странные вы, конечно, людям. Но да ладно. Дальше. Этот калаш. Это то, что самое дорогое должно быть в этом пасе. Но нет. Этот калаш в обычной версии будет стоить 80-70 голды. Ну, максимум 110. Максимум 110. Само собой, с дальнейшим ростом. Потому что он очень круто смотрится. Статрекская его версия стоить будет там 400-600 голды с дальнейшим ростом. Та же самая история, как и с Night Fury. Он очень круто смотрится. Просто чудо. Вот серьезно. Если посмотрите, я его обклеивал. Вот вакуумы и они просто идеально сочетаются. Вы посмотрите. Напишите в чате, как вам такой вариант. Как по мне, это идеальное сочетание с ним. Может круче смотреться только металлические крысы. То только потому, что они дороже. А по идеальному сочетанию это вот именно эти наклейки. Дальше что у нас с вами? Это муха. Ну, 150-200 голды. Ну, типа, просто потому что легендарка. Я не вижу какого-то особого смысла в ней. Поэтому отмена. Дальше. Это Мак-10. Вообще, я не знаю. Тоже попробовал играть с Мак-10. Это вообще отмена. Я не знаю, как с ним бегают люди. Вообще, если бегают, тоже напишите в комментарии. Это вообще просто дичайшая отмена. Просто неимоверно странный разброс. По урону непонятно. Короче, недорого он будет стоить. Потому что оружие не востребовано. Аналогично и с Арканой. Аркана будет стоить 100-200 голды. Даже представляете? Там может чуть побольше статрековской версии. Там голды 800-900 будет стоить. И то только потому, что это коллекционный Мак-10. И какие-нибудь коллекционеры себе захотят такой взять. Хотя, блин, зачем? Почему? Дальше. Это МП-5 Гаргон. Очень неплохо смотрится. Красивый скин. Но, опять же, на бесполезное оружие. Такой скин может даже 2500 голды достигать. Он реально очень классно смотрится. Я думаю, что он будет дорогой. То есть, это как-то так. Дальше что? Дальше, дорогие друзья. Я прошу вас подписаться на канал с колокольчиком. Если вы прямо сейчас смотрите этот видос. Напишите в комментарии слово банан. Чтобы я увидел, кто реально смотрит этот видос целиком. Также не забывайте подписаться на телеграм-канал. Потому что в телеграм-канале розыгрыш промокодов. Дальше, что у нас с вами? Это граффити. Не знаю, зачем граффити. Я их не ставлю и особо ставить не буду. Хотя, вот это топ. По ценам даже, наверное, смотреть не буду. Если вам интересно, чтобы я рассказал про стоимость граффити. Сколько это будет стоить. Опять же, дайте мне знать. Поставьте лайк на этот видос. Если я увижу много лайков, я сделаю вам видос отдельно про какие-то граффити. Дальше. Это наклеечки. Это вообще отмена. 7-8 голды. Та же самая история. 10-12. Код 15-18-22. Примерно по прайсу. Вот так будет разбег. Та же самая история. 20 голды. Примерно будет. Потому что имеет анимацию. Вот эта штука будет стоить 30-35, потому что имеет классную анимацию. Ну и вообще в целом нормально. Сойдет. Эта штука будет стоить 150-250 голды. Вот такой аж диапазон вам ставлю. Потому что неизвестно, сколько их надюпалось. Хотя, судя по тому, что у меня упало на 390 ничего, их должно быть очень мало. А это значит что? Что она может быть даже и подороже. Пик, ну 300 голды. Не будет она дорогой. Это факт. Это факт. Дальше. Это брелоки. Господи, брелоки. Это вообще отдельная тема. Недорого они будут стоить. Там 10-15 голды. 15-15 голды. Там 20 голды, дай бог. Я уверен, даже эти по 10 будут все стоить эти по 15. Хотя, ну вот 25 максимум. Молния. Я не знаю, зачем она нужна. Да, она имеет крутой эффект. Так что давайте ставим там 30-35 голды сойдет. Вот эта штука уже поинтереснее. За 40-50 голды, я думаю, изи отлетит. Вот эта до свидания. Просто меньше 30 голды. Мне кажется, ее и сольют. Вот это уже поинтереснее. Это может достигать там в пике 400-500-600 голды. Аналогично и эта история. 600-700 голды это будет стоить. Будет ли стоить больше? Скорее всего, они вырастут, когда их станет меньше. Но тем не менее. То есть у меня в приоритете вот этот, вот этот брелок и вот этот. Все. Остальное домой. Оно неинтересно мне. Так, что у нас здесь еще с вами есть? Да в целом-то больше по скинчикам-то и ничего. Как, кстати, ролик-то записываю. А то мало ли нет. Все записывается. Ну, давайте теперь самое сочное. Это к ножам. Вот этот самый дорогой ножик будет. Потом вот этот. Потом какой-нибудь gold trim. Либо вот этот. Silver. Потом вот этот. И вот этот должен быть самый дешевый. Либо вот этот самый дешевый. Тут вопрос. Ну, короче, я уверен, что раз будет стоить 2000 голды примерно. Две сто, две двести. Вот эта штука примерно 1800-1700 голды. Это 1300-1500. Аналогичная ситуация. Тысяча, тысяча пятьсот. Вот такой аж диапазон будет. 1300 голды. Ну, и вот этот там 1100-1200 голды. То есть они не будут нифига дорогие. Поэтому, ребят, не надейтесь. Купи, продать его и купите себе топ-ножик. Хотя я бы на самом деле на вашем месте продавал их сразу. Особенно, когда там запрос высокий. И покупал себе какую-нибудь вкусную бабочку. Там керамбит и тому подобное. Хотя, кстати. Хотя, кстати. Вопросы спорные. Либо же сразу продавать, да? Как только вышел на рынок. Либо подождать. С ножами обычно, когда ты подождал там, ну, буквально пару часов. Они чуть дорожают. Там на 100-200 голды. Но я не особо привык рисковать в таких продажах. Соответственно, я их сливаю сразу. Потому что я получаю много голды. И с этой много голды я могу купить себе какой-нибудь резкий скин. Который выставят за лоупрайс для того, чтобы какую-нибудь дичь. Вот. Ну и что еще есть? Это вот эти спины, пассы, магазины. Сколько это будет стоить? Давайте пробежимся. Дешево. 5 голды. 10 голды. Больше здесь ничего нет. Вот эта штука, кстати, легендарная. В 100-трек версии, если она вообще есть, там 50-60 голды может стоить. Очень даже динамично. Очень заряжено. Больше здесь ничего нет. По наклейкам, ну, не знаю. Я думаю, что отдельный ролик надо на спин делать. Поэтому я вот думаю, рассказать вам сейчас или же нет. Давайте как сделаем. Вот если я реально увижу от вас актив, я отдельный ролик запишу про то, сколько будут стоить спины. Да, вот эти скинчики из спинов. И вы уже сможете протрейдить. Само собой, когда выйдет вся эта история на рынок, я сразу же запишу видосик о том, что надо покупать. Потому что я накинул примерные цены. Скорее всего, что-то поменяется, причем резко. Возможно, я в ножах ошибся. Серьезно. Опять же, я не особый фанат комьюнити стендоффа. Потому что они, ну, понимаете, как бы есть скин, который выглядит как дикая помойка, но он стоит там 22 тысячи голды. А есть скин, который выглядит прекрасно. Ну, там, не знаю. Давайте в расчет возьмем, к примеру. Господи, что здесь красивого-то есть? Ну, не знаю. Какой-нибудь скин, который реально выглядит круто, но он специально занижен. Он там стоит 20 голды, к примеру. Например, например... Нет, я обязан найти какой-нибудь вкусный скин. Кстати, напишите... О, вы видели, как спорт поднялся? Неплохо, неплохо. Так, ну, например, там, не знаю, вот этот флоу статрекский. Очень интересный раскрас, металлик, вау, пушка-гонка. Стоит всего 30 голды. Разница, уф, хотя... Короче, вы меня поняли. Вот вам скин, да. Ладно, не он. Какой еще может посмотреть? Ой, кринж какой. У Олега Доминирова очень сильно болит голова, поэтому извините, что сегодня не было стрима, да, в тот день, который я записывал. Короче, есть скины, которые намного дешевле, но выглядят они намного круче. Вот. А есть такая помойка, которая стоит овермного, а толковать немало. Короче, вы меня поняли. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был Олег Доминиров. Прямо сейчас подписывайся на канал, ставь лайк. Ну и самое главное, это участвуй в раздаче голдпасса. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok